Старухи Агафьи Журавлёвой приехал проведать, отдохнуть сын Константин Иванович с женой и дочерью. Деревня новая, небольшая, и когда Константин Иванович подкатил на такси, сразу вся деревня узнала. К Агафьи приехал сын с семьёй, средний, Костя, учёный. К вечеру стали известны подробности. Он сам кандидат наук, жена тоже кандидат, дочь школьница. Агафьи привезли электрический самовар, цветастый халат и деревянные ложки. Вечером у Глеба Капустина на крыльце собрались мужики. Ждали хозяина. Про Глеба Капустина надо рассказать, чтобы понять, почему у него на крыльце собрались мужики и чего они ждали. Глеб Капустин, толстогубый, белобрысый мужик, лет сорока, деревенский краснобай, начитанный и ехидный. Как-то так получилось, что из деревни новая, хоть она небольшая, много вышло знатных людей. Один полковник, два лётчика, врач, корреспондент. И вот теперь Журавлёв кандидат. И как-то так повелось, что когда знатные приезжали в деревню на побывку, когда к знатному земляку в избу набивался вечером народ, слушали какие-нибудь дивные истории или сами рассказывали про себя, если земляк интересовался, тогда-то Глеб Капустин приходил и срезал гостя. Многие этим были недовольны, но некоторые мужики ждали, когда Глеб Капустин придёт и срежет знатного. Даже не то, что ждали, а шли раньше к Глебу, а потом уж вместе к гостю. Прямо как на спектакль ходили. Все матери знатных людей в деревне не любили Глеба. И опасались. И вот теперь приехал кандидат Журавлёв. Глеб пришёл с работы, он работал на пилораме, умылся, переоделся, ужинать не стал, вышел к мужикам на крыльцо. Закурили, малость поговорили о том о сём, нарочно не о Журавлёве. Потом Глеб раза два посмотрел в сторону избы бабки Агафьи Журавлёв и спросил. «Гости к бабке Агафьи приехали. Кандидаты. Кандидаты!» Удивлённо протянул Глеб. «О, голой рукой не возьмёшь!» Мужики посмеялись. «Мол, кто не возьмёт, а кто может и взять?» И посматривались с нетерпением на Глеба. «Ну, пошли, попроведуем!» «Хэ, кандидатов», — предложил Глеб. Глеб шёл несколько впереди остальных, руки в карманах, щурился на избу бабки Агафьи. Получалось со стороны, что мужики ведут Глеба. Так ведут опытного кулачного бойца, когда становится известно, что на враждебной улице объявился силач. «В какой области кандидаты?» — дорогой спросил Глеб. «По какой специальности?» — отчёрт её знает. Сказывают кандидаты и он, и жена. «Да, есть кандидаты технических наук, есть общеобразовательные. Эти в основном трипологи занимаются». Костя вообще-то в математике рубил хорошо, вспомнил кто-то, кто учился с Костей в школе. Пятёршник был. Глеб был родом из соседней деревни, и здешних людей знал мало. «Посмотрим, посмотрим», — мне определённо пообещал Глеб. «Кандидатов сейчас как нерезаных собак». На такси приехал. «Ну, Марк-то надо поддержать», — усмехнулся Глеб. «Пишется Ливерпуль, а читается Манчестер. Мы все учились понемногу». Константин Иванович встретил гостей радушно, захлопотал насчёт стола. Гости скромно подождали, пока бабка Агафья накрыла стол. Поговорили с кандидатом, повспоминали, как в детстве они вместе. «Эх, детство, детство!» — с грустинкой воскликнул кандидат. «Ну, садите за стол, друзья!» — радушно пригласила. Все сели за стол. Глеб пока помалкивал, но, видно было, подбирался к прыжку. Он поддакнул тоже насчёт детства, а сам оценивающий взглядывал на кандидата. Примеривался. За столом разговор пошёл дружнее, стали уж вроде забывать про Глеба. И тут он пошёл в атаку на кандидата. «В какой области вы являете себя?» — спросил он. «Где работаю, что ли?» «Да, на филфаке». «Философия?» «Ну, не совсем необходимая вещь». Глебу нужно было, чтобы была философия. Он оживился. «Ну и как насчёт первичности?» «Какой первичности?» — не понял кандидат. И внимательно посмотрел на Глеба. «Первичности духа и материи». Глеб бросил перчатку. Кандидат поднял перчатку. Как всегда, — сказал он с улыбкой, «Материя первична, а дух?» «А дух вторичен, а что?» «Это входит в минимум». «Вы извините, мы тут далеко от общественных центров. Поговорить хочется, но не особенно-то разбежись. Не с кем». Как сейчас философия определяет понятие невесомости? Как всегда определяла, почему сейчас? Но явление-то открыто недавно, поэтому я и спрашиваю. Натур философии, допустим, определит так. Стратегическая философия совершенно иначе. Да нет такой философии стратегической, усмехнулся кандидат. «Допустим, но есть диалектика природы», при общем внимании продолжал Глеб. «А природу определяет философия. В качестве одного из элементов природы недавно обнаружена невесомость. Поэтому я и спрашиваю, растерянности не наблюдается среди философов?» Кандидат расхохотался, но смеялся он один и почувствовал неловкость. «Позвал жену. Валя, иди, у нас тут какой-то странный разговор». Валя подошла к столу. Константин Иванович чувствовал неловкость, потому что мужики смотрели на него и ждали, как он ответит на вопрос. «Давайте установим, — серьезно заговорил кандидат, — о чем мы говорим. Каков предмет нашей беседы?» «Хорошо. Второй вопрос. Как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?» Кандидаты засмеялись. Глеб терпеливо ждал, когда кандидаты отсмеются. «Можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы нету. Я с удовольствием тоже посмеюсь вместе с вами», — Глеб иронично улыбнулся. «Но от этого проблема, как таковая, не перестанет существовать, верно?» «Вы серьезно все это?» — удивленно спросил Валя. «С вашего позволения», — Глеб привстал и сдержанно поклонился. «Вопрос, конечно, не глобальный, но с точки зрения нашего брата было бы интересно узнать». «Да какой вопрос-то нетерпеливо!» — воскликнул кандидат. «Твое отношение к проблеме шаманизма», — Валя невольно засмеялась, но спохватилась и сказала Глебу. «Извините, пожалуйста». «Ничего», — сказал Глеб. «Я понимаю, что, может, не по специальности», — задал вопрос. «Да нет такой проблемы!» — из плеча рубанул кандидат. «Теперь засмеялся Глеб и подытожил. Ну, на нет, сюда нет. Бабу с возу коню легче», — добавил Глеб. «Проблемы нету. А эти, — Глеб показал руками что-то замысловатое, — «танцуют, звенят бубенчиками». «Да, но при желании», — Глеб повторил, — «при желании их как бы нету». «Потому что если...» «Ну, хорошо». «Еще один вопрос. Как вы относитесь к тому, что Луна тоже делала рук разума?» «Кандидат высказала учеными предположение, что Луна лежит на искусственной орбите. Допускается, что внутри живут разумные существа». «Кандидат пристально изучающий смотрел на Глеба». «Где ваши расчеты естественных траекторий?» «Куда вообще вся космическая наука может быть приложена?» «Мужики внимательно слушали Глеба». «Допуская мысль, что человечество все чаще будет посещать нашу, так сказать, соседку по космосу, можно допустить также, что в один прекрасный момент разумные существа не выдержат и вылезут к нам навстречу». «Готовы мы, чтобы понять друг друга?» «Вы кого спрашиваете?» «Вас, мыслители». «А вы готовы?» «Мы не мыслители, у нас зарплата не та. Но если вам это интересно, могу поделиться, в каком направлении мы, провинциалы, думаем». «Допустим, на поверхность Луны вылезло разумное существо». «Что прикажете делать?» «Лаять по собачьим?» «Петухом петь?» Мужики засмеялись, пошевелились и опять внимательно уставились на Глеба. «Но нам, тем не менее, надо понять друг друга». «Верно?» «Как?» «Я предлагаю начертить на песке схему нашей солнечной системы и показать ему, что я с земли, мол». «Что, несмотря на то, что я в скафандре, у меня тоже есть голова, и я тоже разумное существо». «В подтверждение этого можно показать ему на схеме, откуда он». «Вы таким образом выяснили, что мы соседи». «Но не больше того. Дальше требуется объяснить, по каким законам я развивался». «Прежде чем стал такой, какой есть, на данном этапе». Так-так, кандидат многозначительно посмотрел на жену. И зря, потому что его взгляд был перехвачен. Глеб взмыл ввысь. Всякий раз в разговорах со знатными людьми деревни наступал вот такой момент, когда Глеб взмывал кверху. «Он, наверное, всегда ждал такого момента, радовался ему». «Приглашаете жену посмеяться?» – спросил Глеб. Спросил внешне спокойно, но внутри у него все вздрагивало. «Хорошее дело. Только, может быть, мы сперва научимся хотя бы газеты читать?» «А?» «Как думаете?» «Говорят, кандидатам это тоже не мешает». «Послушайте, да мы уж послушали. Имели, так сказать, удовольствие. Поэтому позвольте вам заметить, товарищ кандидат, что кандидатство – это ведь не костюм, который купил раз и навсегда. Но даже костюм и то надо иногда чистить. А кандидатство, если уж мы договорились, что это не костюм, тем более надо поддерживать». Глеб говорил негромко, назидательно, без передышки. Его несло. На кандидата было неловко смотреть. Он явно растерялся. Смотрел то на жену, то на Глеба, то на мужиков. Мужики старались не смотреть на него. Нас, конечно, можно тут удивить. Подкатить к дому на такси, вытащить из багажника пять чемоданов. Но вы забываете, что поток информации сейчас распространяется везде равномерно. Я хочу сказать, что здесь можно удивить наоборот. Так тоже бывает. Можно понадеяться, что тут кандидатов в глаза не видели, а их тут видели. И кандидатов, и профессоров, и полковников. И сохранили они их приятные воспоминания. Потому что это, как правило, люди очень простые. Так что мой вам совет, товарищ кандидат. Почаще спускайтесь на землю. Ей-богу, в этом есть разумное начало. Да и не так рискованно. Падать будет не так больно. Это называется, покатил бочку. Ты что, с цепи сорвался? В чем, собственно? Не знаю, не знаю, торопливо перебил его Глеб. Не знаю, как это называется. Я в лагере не сидел. В свои лязете? Тут, оглядел Глеб мужиков, Тоже никто не сидел. Не пойму. А вот жена ваша сделала удивленные глаза на вас. А там дочка услышит. Услышит и покатит бочку в Москве на кого-нибудь. Так что этот жаргон может плохо кончиться, товарищ кандидат. Не все средства хороши, уверяю вас. Не все. Вы же, когда сдавали кандидатский минимум, Вы же не катили бочку на профессора, верно? Глеб встал. И одеяло на себя не тянули. И по фене не ботали. Потому что профессоров надо уважать. От них судьба зависит. А от нас судьба не зависит. Месяц с нами можно по фене ботать. Так напрасно. Мы тут тоже немножко микитим. И газеты тоже читаем. И книги случаются. Подсчитываем. И телевизор даже смотрим. Типичный демагог-кляузник, Возмущенно сказал кандидат, Обращаясь к жене. Весь набор фраз, Все приемы и ухватки Не попали. За всю свою жизнь Ни одной анонимки Или кляуза ни на кого не написал. Глеб посмотрел на мужиков. Мужики знали, что это правда. Не тот, товарищ кандидат. Хотите, объясню, В чем моя особенность? Ну-ну. Люблю по носу щелкнуть. Не задирайся выше, Ватерлинии. Скромней, скромней надо, Дорогие товарищи. Да в чем же вы увидели Нашу нескромность? Не вытерпела Валя. В чем она выразилась-то? А вот когда одни останетесь, Подумайте хорошенько. Подумайте и поймете. Можно ведь сто раз повторить слово «мёд». Но от этого во рту не станет сладко. Чтобы понять это, Не надо кандидатский минимум сдавать, верно? Можно сотни раз писать в разных статьях Слово «народ», Но знаний от этого не прибавится. И ближе к этому самому народу Вы не станете. Так что, когда уж выезжаете В этот самый народ, То будьте немного собранней, Подготовленней, что ли. А то легко можно в дураках очутиться. До свидания. Приятно провести отпуск Среди народа. Глеб победно усмехнулся И вышел из избы. Он всегда так уходил. Он не слышал, Как потом мужики, Расходясь, говорили. Оттянул он его. Дошлый собака. Откуда он пролунуто всё знает? Срезал. Срезал. Откуда что берётся? И мужики изумлённо качали головами. Дошлый собака. Причесал Константин Иванович. Как миленького причесал. А это-то, Валя-то, даже рта не открыла. А что тут скажешь? Тут ничего не скажешь. Он кости-то мог, конечно, сказать. А тот ему на одно слово пять. В голосе мужиков слышалось даже как бы сочувствие. Глеб. Глеб же их по-прежнему неизменно удивлял. Восхищал даже. Хоть любви, положим, тут не было. Нет, любви не было. Глеб жесток. А жестокость никто никогда нигде не любил ещё. Завтра Глеб Капустин, придя на работу, Между прочим, с ухмылкой спросит мужиков. Ну, как там кандидат-то? Срезал-то его, скажут Глебу. Ничего, великодушно заметит Глеб. Это полезно. Пусть подумает на досуге. А то слишком много берут на себя.